Всем привет! И сегодня мы поговорим о таком мероприятии, как копчение колбасы, мяса и сала. Дело в том, что, забегая наперед, сразу же скажу, что данный ящик для коптильни, данный дымогенератор и конденсатоприемник, вот, это предоставила все компания Хобби Смог. В течение приблизительно двух месяцев я рассматривал выбор себе тогда на тот момент не генератора, а коптильни холодного копчения. Дело в том, что горячее копчение я хотел в этом году сделать из бочек, но так руки и не дошли, после чего я познакомился с холодным копчением, у моего знакомого есть холодное копчение, и я решил, что буду развиваться в этом направлении, потому что, с учетом последних двух-трех лет охот, я понимаю, что то мясо, которое я приношу домой, именно переработать и скушать, как в жареном виде, в тушеном виде, у меня я просто физически не могу. Поэтому с этого года я начал делать колбасы, и, скажем так, без лишней скромности, хочу сказать, что колбасы получаются на достаточно хорошем и достойном гастрономическо-вкусовом уровне. Вот, не обращайте внимания, вы подумаете, можете где-то в каких-то катакомбах. Мы находимся у меня в цокольном этаже и находимся в парилке, вернее, мы находимся в будущем помещении парилки. Так вот, по поводу выбора самой коптильни, потому что сразу же я не рассматривал покупку дымогенератора, то есть я определился, что это будет коптильно-холодное копчение, но какие она имеет минусы? Это те минусы на мое усмотрение, потому что каждый человек исходит из своих желаний, принципов, что ему больше нравится делать, я рассказываю лично о своих. У меня самое главное, это простота использования стояла на первом месте, и второе, чтобы это было не напряжно, потому что, вот смотрите, для того, чтобы сделать холодного копчения, в основном, как у всех идут, то есть люди делают какую-то топочную, после чего они делают трубу, чтобы дым охлаждался, и сверху делают уже так называемый шкаф, да, где у нас будет храниться сама продукция, и это все будет коптиться. Но, посмотревши на это все дело, я понимаю, что сделать топочную, конечно же, можно из говна и веток сделать, но, в принципе, да, если делать по красоте, потом эти трубы закладывать, делать еще один ящик, это все стоит денег, что немаловажно. Тем более, когда мы это все сделаем, это надо время сделать, после чего, когда мы это делаем, вот я смотрел, как дыма копти, да, то есть здесь он что-то распалил, к примеру, сегодня тяги нету, тут надо поддать, тут надо следить, и этот процесс, он тоже трудоемкий, да, у людей, у которых есть много времени, они, конечно же, могут этим заниматься, но так как я сам по себе ленивый, вот, то после этого, изучая эту тему, я перешел к дымогенераторам, вот, насмотревшись дымогенератором, вот этой фирмы, да, Хобби Смок, я сразу же у них на сайте, что немаловажно, почему я это вам говорю, я сразу у них на сайте не заметил этого конденсата приемника, как-то он у них не очень рекламируется, ну, по крайней мере, на основном, что я видел, да, возможно, я что-то путаю, вот, сам дымогенератор имеет емкость разных размеров, вот, но мне прислали двойка, это у нас коптит 5 часов, то есть одного засыпки этого самого щипы хватает на 5 часов, я уже пробовал, не буду, как говорится, скрывать, я пробовал коптить сыр и пару яиц, но это было не то, чтобы я учился коптить, дело в том, что я хотел просто опробовать данный генератор, чтобы в момент того, как сейчас я вам покажу, что у меня здесь, как говорится, склад, да, всего всяких вкусностей, чтобы понять, как этот принцип работает, и уже после этого вам начинать показывать ту информацию, которая вам действительно будет интересна, как собираются эти ящики, насколько они хорошие, насколько они красивые, винтики и все остальное, видео своих я показывать не буду, это вот другим обзорщикам идите и распаковки смотрите там, я считаю, что это пустая трата времени, поэтому, Наташ, иди сюда, сегодня мы будем говорить, в принципе, зачем я это все себе приобрел, еще раз повторюсь, ребята, с той целью для того, чтобы максимально вкусно перерабатывать все то мясо, которое у меня идет от косуль, от лосей, от оленей, вот, раньше до этого, вы можете посмотреть видео, кому интересно, я делал тушенку, но рано или поздно тушенка надоедает, и кушать ее постоянно не камильфу, да, угощат друзей, все говорят, что просто тушенка бомбическая, но я хотел больше, поэтому сегодня мы будем кушать колбасу, вернее, коптить колбасу, которая уже у нас вялится неделю, это в кагоцеловой оболочке, она более тонкая, считается натурально, вроде бы как для копчения подходит больше, почему я это все в одним чоком делаю, для того, у меня они будут вяленые, не копченые, в кагоцеловой оболочке, айцелл, по моему мнению, если вы просто вялите колбасу, то, конечно же, в айцелле лучше, потому что, для чего делается айцелл, когда вы не можете создать условия для вяления колбасы, то в айцелле исключаются такие минусы, чтобы вы понимали, она не пересыхает, вот, она не покрывается плесенью, потом, ну, то есть, скажем так, и сам процесс вяления в ней как-то более правильно проходит, и нету закалок, вот, что самое главное, что вот с этой айцелловой оболочкой вы не словите закалок, после чего мы, у меня есть колбасы, которые будут не копченые, дальше вялиться, и мы их сравним по вкусовым качествам с копчеными, лично сам не буду сравнивать, вернее, буду сравнивать, но по этому поводу я приглашу друзей, которые также будут оценивать, дальше, мы будем коптить сало, которое солилось по одному рецепту, тут у нас есть чеснок, перец, вот, также мои друзья принесли мне сало с тмином, одно сало у меня будет без упаковочки, они мне принесли два куска, поэтому один кусок у нас будет без упаковки, без марли, второй будет с марли, почему здесь с марли? Дело в том, что у меня знакомый на работе коптил коптильный, который, вот, как я вам говорил, стоит на улице, кстати, вот минус еще этих коптилен, что покуда вы их заведете, как я говорил, и, по большому счету, они коптят только два раза в год, когда хорошая погода и когда есть настроение. Так как погода у нас сегодня отвратительная, у нас на улице идет дождь, поэтому я и говорю, что с этой коптильной мы можем коптить даже дождь, ну, как у меня в цокольном этаже. Так вот, она будет у нас в марли, потому что, когда они коптили, если у них идет, они больше поддали этого дыма, то эта вся горечь оседала на марли, и они говорят, что вот только этим спасались. Конечно же, если коптить правильно той коптильней, очень тщательно за ней следить, то марли не обязательно. После чего продолжаем дальше. Это мы вкусняшки убираем, и здесь у нас идут мясо. Про рецепт быстренько говорю. Сразу же, первое дело, когда вы покупаете эту коптильню, читайте рецепты. Вот это вот искать в интернете, на ютубе, в просторах, я бы вам не советовал, потому что я с этим столкнулся. И рассказываю все, как есть. Приукрашивать не буду. Данное мясо я сначала солил. Дело в том, что в идеале такие мяса лучше солить водяным способом. Потому что, когда вы солите, вам для того, чтобы хорошо просолить, надо много насыпать соли. Потом вы должны это делать, вымачивать в воде, вымочить до того состояния, чтобы оно было и не пересоленное, и не пресное. Вот. То есть есть нюансы, которые усложняют процесс. А я хочу именно отойти от сложностей. И, скажем так, ну, это как-то муторно. И еще я поначалу передержал данные ребра в тепле. Вот. Поэтому мы попробуем вот с помощью копчения вот, ой-ой, это все восстановить по вкусовым качествам. По юж-дивизи. Вот. После... А, еще что мы будем коптить. Если обратить внимание, надо как-то дальше, Наташа, заглянуть. Вот. Мы видим, что у нас дальше тоже есть колбаса. Почему я ее копчу? Это не моя колбаса. Это мне дал знакомый, да. Дело в том, что раньше мы делали колбасу по одному рецепту. Рецепт я скину. И он изменил рецепт, и колбаса стала очень пресная. Но так как, ну, по крайней мере, мне так кажется, и все, что я смог узнать про копчение, дело в том, что, когда вы коптите, то все приправы и соли, они больше себя проявляют. Поэтому он говорит, давай ты мне эту колбасу закопти. Естественно, я один ковалочек оставил, не коптишь. И для того, чтобы потом сравнить, как меняются вкусовые характеристики, скажем так, с не очень колбасой, улучшатся они или нет. То есть, с помощью коптилки мы сможем исправить. Все, по коптилке то, что я собираюсь делать, я вам рассказал. Теперь мы ее зачиняем, это все, и будем уже непосредственно коптить. Плюс этих коптилок то, что вы ее включили, дымогенератор, ушли. Следить за этим не надо. Он не переборщит, не недоборщит. То есть, все тут как бы действует. По поводу щипы, которые я купил в Беларуси. Когда будете покупать щипа, бульбяной мешок стоит 22 рубля. Но покупавши ее, я лоханулся. Но это мы еще проверим. Ну, поначалу мне это кажется. Я купил крупную щипу. Вот. А в комплекте к дымогенератору шла мелкая щипа. Вот это вот я крупная, это мелкая. Но так как я уже коптил, то на данный момент я смешал крупную щипу с мелкой щипой и засыпал в генератор, дымогенератор. И сейчас мы это все процесс запаливаем. В комплекте у нас идет компрессор, который гонит воздух по трубке вентуре. И даже без конденсата этого сборника и охладителя дым и так у нас идет холодный. Вот. Но, конечно же, с этим охладителем, по крайней мере, вы для себя будете типа спокойнее, что у вас все камильфо. Хотя много обзоров, где люди показывают, ставят градусник, там дым выходит в районе 28 градусов. То есть, а холодное копчение у нас до 40 градусов, потому что после 40 градусов начинает сворачиваться белок. Поэтому вот эту грань надо очень хорошо соблюдать. Также этот шкаф можно чем плюс, то есть сегодня я его поставил здесь, знаете, погода хреновая, в помещении подсобном, где у меня будет баня. Тут у меня вытяжка, тут дым прямо сюда сейчас будут засаживать. Летом я собрался там в другое место поставить. То есть, вот эта мобильность, наверное, последнее время для меня очень много значит, потому что я к чему-то не привязываюсь. Захотел сделать, захотел не сделать. Ну, зажигалка шла в комплекте, я не думаю, что это такая сложная вещь, которую люди не могут купить. Вот. А, сразу мы для того, чтобы распалить хорошо, ставим компрессор на максимум. Вот. Стружки у нас, щепа разгорается. Вот. После чего мы увидим, когда она разгорится, мы уменьшаем подачу воздуха. Я уже опытным путем, по крайней мере, на мелких стружках определился. Это у нас большие стружки загорелись, мелкие, походу, еще нет. Определился, что потом я откручиваю и на 10 зубчиков подкручиваю, и у меня идет постоянное копчение. Но, поначалу, это все делается. Да, большая щепа, конечно, не совсем четко разгорается, потому что мелкая очень-очень четко разгорается. А нет, все пошло. То есть, здесь мы процесс запалили. Сейчас, я, наверное, открою все-таки обратно ящик. Я не знаю, видно вам или нет, но уже дым пошел. Все, он уже сюда подтягивается. По поводу, на каких оборотах коптить, высказываю лично свое мнение первого опыта. Надо коптить на таких оборотах, чтобы здесь было постоянное горение, но на минимальном уровне, то есть, просто, чтобы вы его поддерживали. Дело в том, что, когда ящик заполняется дымом, он будет помповаться с большой силой туда, чтобы здесь излишки дыма валить, либо с маленькой, по моему мнению, практически ни на что не влияет. Ящик заполняется дымом, и хоть он там будет спрессован, хоть не спрессованы, но эффект копчения будет один и тот же. Мы видим, я тут ящик просто приоткрыл, и отсюда немножко идет, но это из-за того, что мы тут сильно поддали. Так, теперь заходи с этой стороны, и мы покажем, как идет копчение. копчение. Оно тут еще не полностью запомповалось. Вот, подведи сюда. Вот у нас идет дым, вот, он наполняет у нас данный шкаф, и идет процесс копчения. Что-то этот кусок сала никак не хочет лежать. Все. Теперь мы уходим и будем коптить 8 часов, после чего сутки даем отдохнуть, и еще раз коптим 8 часов. После всех этих процессов копчения, как я уже понял, желательно давать мясу либо другим продуктам отдыхать. чтобы они откоптились, потом вкус копченостей разошелся по всему мясу, а не только был явно выражен по стенкам того же самого мяса, либо колбасы, и тогда вы получите максимально приятный мягкий вкус. Все, на этом видео заканчиваем. Это первое видео. Если кто-то нашел какие-то у меня недочеты, либо есть что подсказать по непосредственно самому копчению, то буду очень приятно благодарен вам, потому что все-таки этот процесс для меня новый, и просто так переводить мясо не очень хотелось. мясо мясо